Секреты красивого письма раскрыл москвичам художник-рекордсмен Авраам Борщевский на мастер-классе по каллиграфии. О сакральном искусстве и истории написания самой большой в мире мезузы в нашем следующем сюжете. Алфавит у еврейского и русского народов один на двоих. Еврецкие буквы алиф и бет и есть то самое слово алфавит, но общего у двух языков гораздо больше. Это буквы шин и цади, которые в измененном варианте навсегда прописались в кириллице. С и буква Ч. А из буквы шин тоже развились еще две буквы. Это буква Ш. Сходство здесь более чем очевидное. И близкая к букве Ш буква Щ. Авраам Борщевский 30 лет назад репатриировался в Израиль из Украины. Перед отъездом успел освоить профессию архитектора, а на святой земле учился в Иерусалимской Ешиве. Интерес к сакральной каллиграфии определил его судьбу. Борщевский пишет свитки Торы, мезузы и тфелины. В Москву Авраам Борщевский приехал не только просвещать, но и развенчивать мифы. Один из самых распространенных гласит, всего одна ошибка Сойфера, переписчика Торы, приводит в негодность весь свиток. На самом деле секцию с ошибкой можно заменить. Кстати, утилизация ненужного фрагмента сакрального текста в еврейской культуре – целая наука. Для этого и место существует специальное – гениза. Место, где хоронят такие свитки, обычно это на еврейском кладбище. Их не выбрасывают, естественно, как ненужные бумаги, как какие-то там это. Не перерабатывают, и даже если это книги священные, молитвенники, а все вот утилизируют таким вот самым достойным образом, как человек, который ушел. Эта Тора авторства Борщевского хранится в музее каллиграфии, как и некоторые другие созданные им свитки. Пространство музея – срез духовной сокровищницы народа книги. Это поистине царь Мизуза. Стало единственным произведением современного искусства письма, включенным в книгу рекордов Гиннесса. 713 букв, которыми написаны отрывки истории, повествующие о единстве Творца в несколько раз превышают размеры букв из обычных Мизуз. На изготовление у автора ушла почти неделя. Мизузу Борщевский написал 15 лет назад. Она ровесница большинства экспонатов. 10 лет истории, 70 стран-участников. Это самый крупный музей каллиграфии мира. В данный момент у нас в музее открыта школа каллиграфии. Мы стараемся это искусство возрождать. Открываем различные курсы для детей, для взрослых, проводим мастер-классы. Очень много всего интересного. В Пекинском университете доказали, что каллиграфия благотворно влияет на активность мозга и даже может продлевать жизнь.